Кому-то из них пришлось выживать на улице, кто-то пострадал от жестокости человека. Сегодня животные в чистоте и уюте. Они здоровы и привиты, накормлены и обласканы. Правда, пока только с сотрудниками участка и волонтерами. Участок по отлову для неравнодушных брещан – место излюбленное. На этот раз помощь животным оказали учащиеся средней школы номер три. Я кинула клич, меня попросили написать пост. Я написала, и неравнодушные дети, учителя, заучи, и все вот как помогли, как смогли, так и помогли, денежкой или кормами. Подобные акции мы стараемся проводить два раза в год, осенью и весной. И чаще всего, ребята уже привыкли, что это акция традиционная, и чаще всего они приходят и спрашивают, ну, когда же мы начнем. Поэтому можно сказать, что инициатива исходит снизу. А наша задача уже эту инициативу поддержать и осуществить. Мы стремимся прививать подрастающему поколению чувство сострадания, жалости, ответственности как за себя, так и за других. Поэтому где, как не здесь, они этому могут научиться. Отдавая свои силы, заботу и средства, школьники не только помогают участку и животным, но и определенным образом привлекают в свои ряды новых помощников. Приходят дети, да, приносят с разных школ, и первая, и третья, по-моему, и девятая школа к нам приходила, приносили. Я думаю, что это довольно-таки хорошая такая акция. Что-то у ребенка она, может, развивает какую-то ответственность, жалость к животным. Сегодня ищут новый дом порядка 130 питомцев. Взрослых собак и красивых, грациозных котов и милых, славных щенят и игривых котят. На немного грустные глаза животных смотреть равнодушно невозможно. Жизнь пушистых постояльцев в участке по отлову его работники стараются сделать уютнее. К примеру, сегодня активно ведется обустройство новой площадки для выгула котов. Доступ к ней будет обеспечен благодаря специальному туннелю. Его планируют установить в ближайшее время. Продолжение следует...